Десногорск Первостроитель города и творец человеческих душ Ветерана труда поздравили с юбилеем У вас с юбилеем всего вам самого лучшего Только во втором и продолжайте дальше рассказывать Баскетбол 3х3 в честь Дня России 15 июня в режиме видеосвязи состоялась встреча представителей Организаций и структур Десногорска На плановой комиссии по чрезвычайным ситуациям Речь, как обычно, шла о ситуации с распространением коронавируса в городе Главная тема заседания – ухудшение эпидемиологической обстановки в Смоленской области Об этом официально было объявлено в минувшую пятницу на совещании в администрации Смоленской области губернатором Алексеем Островским Согласно указу губернатора ООН продлен до 18 июня Потом с последующей корректировкой Заболеваемость в Смоленской области продолжает расти Причем расти очень резко вверх По центральному федеральному округу практически Смоленская область Уже после Москвы и Московской области и Санкт-Петербурга Ленинградской области На третьем-четвертом месте где-то находится Заместитель главы Десногорска Александр Новиков отметил, что жителями города перестают соблюдаться меры предосторожности, что не может остаться без внимания Главная задача – провести оперативные меры, чтобы разбудить бдительность жителей и предотвратить распространение инфекции Очагов распространения вируса в городе пока не наблюдается, поэтому важно сделать все, чтобы ситуация осталась на текущем уровне Потому что масочный режим в магазинах опять дает послабление, продавцы опускают товар, соответственно, сами без масок и не требуют масок с посетителей, поэтому я вас прошу эту неделю плотно поработать, ну и, соответственно, потом на постоянной основе В связи с обострившейся проблемой заседание чрезвычайной комиссии будет проводиться еженедельно для контроля за процентом заболеваемости Напомним, что сейчас в городе привито более 6 тысяч человек На лечении находится 27 человек, из них 9 на стационаре Критических случаев заболеваемости не выявлено Ксения Ложкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ Человек, который принимал участие в строительстве города и воспитывал первое поколение десногорцев Нина Васильевна Попова, отметила юбилей 15 июня ветерана педагогического труда торжественно поздравили в администрации города Со школы ее связывает тесная и многолетняя дружба Много лет она учила детей математики И в день своего 80-летия ее снова окружают школьники С благодарностью за жизнь, посвященную педагогике и детям К Нине Васильевне обратились бывшие коллеги по 4-й школе и представители городской администрации Нина Васильевна, ваши руки по строительству людей, их возведениям из маленького рода Чего-то такого неосезаемого, большое что-то хорошее Оно дало свои результаты Спасибо вам большое за это У вас за юбилеем всего вам самого лучшего Тобого здоровья и продолжайте дальше рассказывать Мы желаем вам крепкого здоровья Долгих счастливых лет жизни Благополучия Пусть больше будет радости и улыбок на жизненном пути Постоянно окружает вас тепло и забота близких людей Комплименты, цветы и подарки Попытка выразить признательность За многолетний добросовестный труд и неоценимый вклад в развитие культуры и образования В свои годы Нина Васильевна – общественный активист, сторонник здорового образа жизни и мудрый советчик для коллег Любую инициативу этой энергичной женщины в городе поддерживают и развивают Большое спасибо за внимание к нам ветеранам Особенно большая благодарность профсоюзной организации Которая вот на протяжении 11 лет Помогает не только ветеранам нашей школы Но и ветеранам всего города Абел образования Спасибо вам большое Внимание со стороны коллег и друзей Общение и встречи – важная часть жизни для Нины Васильевны И по ее словам, время никогда не сможет этого изменить Ксения Ложкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ Будущее страны в руках здорового и энергичного поколения Поэтому показательно, что такой праздник, как День России, начался со спорта Проект Смоленской атомной электростанции «Планета баскетбола Оранжевый атом» Давно стала неотъемлемой частью спортивной жизни Десногорска 12 июня баскетбольная площадка физкультурно-оздоровительного комплекса Десна Вновь связала спортсменов от 12 до 18 лет из Смоленской области и Брянска Около 100 человек сегодня участников Это не позволяет только радоваться за сегодняшний день И в принципе показывает динамику того, что количество турниров в их качестве растет И надеемся, что после проведения Олимпиады, когда уже официально этот биспорт настоит олимпийским Еще больше участников увидим на наших турнирах Баскетбол – один из ведущих спортивных направлений в городе За год регулярных соревнований у участников Десногорских клубов накопились личные и командные достижения В торжественной обстановке 26 ярких спортивных звезд отметили золотым знаком отличие Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» Баскетбольный матч 3 на 3 – это всегда захватывающий, зрелищный и энергичный поединок Ведь для победы нужно одолеть много соперников Команды Десногорских ребят с этой задачей справились на отлично По итогам 40 игр больше всего призовых мест у команд «Ультиматум», «Томики», «Импульс», «Атом», «Десна», «Горцы», «САЭС», «САЭС-юниоры» и «Динамо» Ксения Ложкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ В конце выпуска о погоде 18 июня в Десногорске солнечно Днем до плюс 25, ночью плюс 13 На сегодня выпуск завершен До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова